Всем привет! С вами Информ ТВ. Михаил Полик – актер с большой буквы, который остался в нашей памяти светлым, интеллигентным и веселым актером. К сожалению, судить о его таланте мы можем лишь по малому видеонаследию, дошедшему до наших дней. Родился актер в творческой семье. Так как его отец работал на Мосфильме, то первую свою роль парень сыграл в 15-летнем возрасте в фильме «Слушай». снятом в 1963 году. А в 1975 году на экраны выходит кинокартина «Эта тревожная зима». Потом последовал фильм «Трубадур и его друзья». При этом он снимался не только в кино, но и блестяще играл в спектаклях «Звезда и смерть Хоакина Мурьетты», «Януна и Авось» и многие другие в театре «Ленком». Более 30 лет он не сходил со сцены. Несмотря на талант Михаила, личная жизнь, увы, у него не сложилась. Было три брака с довольно известными женщинами. В первый раз он женился на Людмиле Паргиной в 65-м. Ей было всего 17, но любовь к Михаилу была настолько сильной, что она сразу же вышла за него замуж. Как и большинство ранних браков, их был полностью утоплен в бытовых и семейных проблемах. Продлился он два года. Позже в одном из интервью Людмила Андреевна расскажет, с каким трудом она ушла от Михаила к Николаю Караченцеву. Вскоре к Полику пришла большая любовь. Это была актриса, игравшая вместе с ним в театре «Ленком» Елена Шанина. К сожалению, и этот брак закончился разводом. Елена влюбилась в другого красавца – Александра Збруева. В одной из постановок театра Збруеву и Шаниной достались роли любовников, и чувства, которые они сыграли на сцене, вскоре перенеслись и в реальную жизнь актеров. Интересно то, что любовный треугольник, состоявший из Шанины, Збруева и Полика, играл в бременских музыкантах, и это им не мешало. Ходились слухи, что Михаил в это время начал злоупотреблять алкоголем, и именно это послужило толчком для развода. А в одном из своих интервью Елена сказала, «Мы с Мишей были большими друзьями, и если бы он не начал пить, прожили бы долгую семейную жизнь». К сожалению, для такого тонкого по натуре человека 70-е стали ужасным временем. Такие люди чаще уходили в диссидентство или находили утешение в алкоголе. Он выбрал второе. В третий раз Михаил женился на Марине Александровне, которая взяла фамилию мужа. Она сохранила его фамилию, хотя сейчас является женой Швыдкова. Актер подарил нам множество персонажей, но зрителям полюбилась роль молодого и милого аспиранта из фильма «Жили три холостяка». Он обещал своим поклонникам, что в будущем станет большой звездой, но это осталось лишь обещанием. Что случилось и почему пошла под откос, жизнь актера навсегда останется тайной. Он ушел от нас молодым, ему было всего 47. А вы знали, что у Михаила было столько известных жен? Пишите в комментариях. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк и подписывайтесь. Удачи!